Развернем сейчас тему, просто еще два аспекта хотелось бы обсудить в связи с тем планом, если его так можно назвать, который Леонид Луков обозначил в пятницу, 5 февраля. Делается ставка по-прежнему на осенние выборы в Госдуму и умное голосование. Вот откуда уверенность в том, что с выборами власть не будет так же жестить, как сейчас жестит с улицы. То есть просто отсекут и не допустят всех. Ну, наверное, допустят партию Яблоко, но мы с учетом последней статьи Григория Ревлинского примерно понимаем, какой список кандидатов от Яблоко будет. Ну, видишь, умное голосование, ведь оно не предполагает голосование за кого-то, но предполагает голосование против Единой России. Потому что на самом деле, при том, что и КПРФ, и ЛДПР, и Яблоко абсолютно все про кремлевские партии, тем не менее, есть определенный план Кремля, что большинство должна получить партию Единая Россия и ее кандидат. Если большинство Думы или там получат не партии Единая Россия, и там будет куча каких-то случайных никчемных кандидатов, это за... ну, как это создаст засор системы. Ну, вот правда. Про это многие почему-то не думают, что если выбрать в Думу, у кого попало, то они эту Думу сами распустят. Это будет кризис, потому что у них есть все роли расписаны. Ты будешь спикером, ты возглавишь комитет. Вот у них была такая же примерная история в 2011 году, когда из-за того, что итоги голосования казались не такими, как они хотели, многие нужные Единой России люди не прошли в Думу. Сто прошла всякая шантропа из хвоста справедливой России и других странных партий. Они, конечно, ничего хорошего не сделали, но это поставило систему в стресс. Проблема в том, что тогда люди судорожно голосовали за любую другую партию. У них не было никакой стратегии. То есть, если, предположим, взяли бы и накануне тех выборов, была бы такая система и сказали, а давайте все проголосуем за справедливую Россию, которая, кстати, тогда еще не была настолько испоганена, как сейчас. И вот все протестные голоса не распылились по всем партиям, а ушли в одну бы партию. И они еще ходили на заседание Думы с белыми ленточками. Я бы посмотрел, какая была Дума, если бы мы все тогда в 2011 году осознанно, зажав нос, проголосовали за какую-то одну партию. А не раскидали свои голоса там КПР, ЛДПР, еще куда-нибудь и так далее. То есть, ровным счетом на то, что власть будет жестить, и построена вся стратегия умного голосования. Что власть всех зачистит, не будет хороших кандидатов, будут плохие. Но Россия большая, а у власти людей на самом деле так много. Обычные выборы будут выглядеть очень просто. Единорос, подонок, 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 ничтожество. Соответственно, если в каждом отдельном случае выбирать какого-то, ну, ноунейма какого-то, и голосовать за него, не за единоросса, и вот эти ноунеймы будут побеждать и забивать с собой их систему, не нашу. Потому что нам с тобой совершенно все равно, кто в этой думе сидит, этот и виток. То плохо будет им, а не нам. Нам уже все равно лучше не будет. Кроме того, не надо забывать, что все-таки на местах, и в том, уж не говоря про Яблоко, где на местах большую часть вообще нормальные люди, но даже и в КПРФ, и в Справедливой России, и даже в ЛДПР, на местах есть люди, которые просто хотят победить. Им вот эти вот все дедушкины байки из Москвы неинтересны. Что там Жиринововский сказал, что там Миронов сказал, какую статью Яблинский написал. Они сами хотят победить, получить мандат, и они очень активно готовы взаимодействовать с умным голосованием. Соответственно, если в умное голосование, о котором постоянно там говорил Навальный, и сейчас говорят его сторонники, окажется успешным, то есть туда запишется достаточно большое количество людей, чтобы этот пакет стал важным, вот тогда можно будет очень хорошо манипулировать. То есть можно будет просто в каждом, например, округ, где этого парня Бондаренко арестовали. Это округ, по которому хочет идти Володин. И вот там есть от Бондаренко коммунисты достаточно бойкий парень. Предположим, идет умное голосование, да, и по этому округу мы все голосуем за Бондаренко. Знаешь, какой-то удар по системе, когда Володин проигрывает выбор. Володин, столб системы, и вдруг проиграл. Хорошо, они убирают Бондаренко. Там будет Володин, не знаю, Петин и Васин. Дворник и сторож. Хорошо, пусть будет Петин. Пусть спикер Госдумы Володин проиграет выбор Сталинисту Петину. И это будет просто омерзительно. Потому что как так? Володин – это святыня, это столб. Кому бы он не проиграл? Сталинисту, Захару Прилепину, Прилепинцу, там, я не знаю, какому-то председателю общества дегенератов местного. Это абсолютно… Чем хуже будет тот человек, которого проиграет Володин, тем больше будет унижен Володин. Потому что одно дело проиграть уважаемому, хорошему там человеку, а другое дело проиграть уборщице, безработному. Надо идти по этому пути. В каждом округе находить единороса и любого другого, кто может выиграть. Чтобы победил кто угодно, только не единорос. Не потому, что мы хотим поддержать этих людей, а потому, что мы хотим нагадить. Это палка, которую умное голосование, это палка, которую мы суем в колесо. Понимаешь? И когда ты суешь палку в колесо, у тебя к палке отнутребование, чтобы она была. Палку в колесо. Что-то с этой палкой будет дальше, что будет с колесом. Важно, чтобы оно все остановилось. Вот как я, например, понимаю это умное голосование и почему на него делается такой упор. Еще раз, не потому, что кто-то хочет выиграть выборы в Думу и посадить туда замечательных людей. Мы хотим уничтожить эту Думу. Мы хотим, чтобы эта система въехала в забор. Чтобы она захлебнулась в собственном, извините, изображении дерьме. Но вот надо ей предоставить такую возможность. Вы сами наплодили бессмысленных партий. Вы сами наплодили бессмысленных идиотов, недополитиков. Но вот пусть они заседают в вашей Думе, а вы будете смотреть на это сборище имбицилов и думать, боже мой, что это такое вообще. А вот это ваша Дума. Вы же хотели, не пустили нормальных людей. Ну пусть там будут сидеть вот такие, как сидят те, которых вы сами допустили к этим выборам. Потому что когда побеждает на выборах уборщица, она почему побеждает? Ну потому что в этой избирательной системе она может быть кандидатом, а оппозиционер какой-нибудь не может быть кандидатом. То есть смысл сломать систему, а не выиграть выборы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok